Президент Российской Федерации Владимир Путин установил дополнительные выплаты семьям с детьми. Ежемесячные на детей до 3 лет в размере 5000 рублей и разовые на детей от 3 до 16 лет в размере до 10 тысяч рублей. Мы обратились с просьбой рассказать о том, как будут оформляться и производиться эти выплаты к представителям Пенсионного фонда России. На наши вопросы ответила заместитель начальника управления номер 18 по городам Щелково-Фрязины и Щелковскому району Ирина Маркосова. В связи с тем, что президентом Российской Федерации было принято решение о поддержке всех семей, имеющих детей до 3 лет, и семей, имеющих детей от 3 до 16 лет, вне зависимости от того, имеют или не имеют они право на материнский капитал. Соответственно, на сегодняшний момент, с 12 мая, то есть со вчерашнего числа, мы начали прием заявлений по этому указу. Мы попросили уточнить Ирину Александровну Маркосову, кого касаются эти выплаты, каких семей. В семьях, где имеются дети до 3 лет, рожденные, неважно, до 2020 года, в 2020 году, которые имеют право на ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч в апреле, в мае, июне. Если ребенку исполняется, соответственно, 3 года в мае месяце, значит, эта выплата будет двухмесячная, то есть апрель-май. Если ребенку исполняется 3 года в июне, соответственно, полностью, вне зависимости от даты рождения, выплата будет положена апрель-май-июнь. Президент дал указание дополнительно оказать материальную поддержку семьям, где есть дети постарше, возрастом до 16 лет. Дополнительно в семьях, у которых имеются дети возраста от 3 лет до 16 лет, то есть кому исполняется 16 лет 1 июля 2020 года, этим семьям будет положена единовременная выплата 10 тысяч рублей. Со вчерашнего числа мы начали как раз прием этих заявлений. Подача заявлений может осуществляться через сайт, вернее, портал государственных услуг, либо лично при обращении в клиентские службы. В указе президента и в постановлении правительства даны разъяснения, как будут производиться выплаты семьям, имеющим детей. Заниматься оформлением выплат будут действующие в регионах и муниципалитетах территориальные управления пенсионного фонда. Находящееся у нас в городском округе управления номер 18 пенсионного фонда уже начало эту работу. Мы начали работать уже в напряженном режиме, поскольку в связи с коронавирусной инфекцией мы вынуждены ограничить прием. То есть прием у нас только по предварительной записи. Соответственно, у нас вчера была большая очень очередь на как раз предварительную запись для подачи заявлений на эти выплаты. Ну, тем не менее, мы гражданам объясняем, что предпочтительнее, конечно, обращаться, ну и безопаснее обращаться через портал государственных услуг. Бланк заявления на портале госуслуг и в бубажном виде ничем не отличаются. Подать заявление можно как в электронном виде, так и лично в отделении пенсионного фонда. Само заявление очень простое для заполнения. Соответственно, кто пробовал из сотрудников пенсионного фонда, у кого-то также имеются дети, они просто подтверждают, что проще, именно проще для заполнения, они вот бланков не видели в своей, скажем так, профессиональной деятельности. Поэтому и для всех остальных, я думаю, что не составит труда заполнить это заявление. То есть совершенно просто. Главное заполнить фамилии, имя, отчество правильно, паспортные данные, с НИЛС, с НИЛС ребенка, свидетельство о рождении ввести, реквизиты банка для перечисления очень внимательно и, соответственно, ждать выплаты. Ирина Маркосова сообщила, что все заявления будут рассмотрены, а также проверены на предмет соответствия сведений, подаваемых гражданами, в течение пяти рабочих дней. Далее денежные средства будут зачислены на банковские счета граждан в трехдневный срок. С подачей заявления можно не торопиться. Введенные указом президента дополнительные единовременные выплаты, речь идет о 10 тысячах рублей на детей от 3 до 16 лет, можно оформить не только в мае, но и на протяжении ближайших четырех месяцев. Единственное ограничение по срокам – это надо сделать не позднее 1 октября 2020 года.